В социальных сетях, ну да, все равно читаем их все, да, интересуемся. Недавно была вчера тема обозначена, баня Кузнечная-2. Кладусь мы кругом, да. Как она сегодня используется и перспективы по этой бане аренда, приоритизация. Наши бани-объекты знаете, да, о чем вы говорите? Да, я знаю, о чем вы говорите. Ну, только не корректно, для ясности. Ну, я по бане не готовилась, но я могу вам сказать. У нас не сотни, а десятки объектов. По любому объекту имущества я вам могу рассказать. Поэтому по бане на сегодняшний день объявлен вторичный аукцион. И на аукцион был объявлен в конце июля. Он не состоялся, потому что ни один человек заявки не подавал на участие. На сегодняшний день опять объявлен аукцион по предоставлению объекта по Кузнечной-28 в аренду сроком на 10 лет. Идет прием заявок. Заявок на сегодняшний день не поступало. Баня сейчас функционирует? Баня функционирует. А, кто там занимает личность? Заключен договор аренды. Без аукционы? С частным лицом. Сроком на 30 дней. На 30 дней? Да. Ну, учитывая, что баня работает не полный месяц, а два дня в неделю, а в период пандемии вообще иногда не работала, в некоторые недели. То есть на 30 дней, потом провангируется, еще на 30, да? То есть идет провангация? Да, закон это допускается до проведения аукционов. Значит, просто, чтобы не было подоплывки, все законно, временно. Еще было в статье написано, если сразу еще про это сказать, что договор был расторгнут два года назад, точнее договор был расторгнут 4 сентября 2020 года. Ну, надо, чтобы кто-то обратился с заявкой. Будем надеяться, что кто-то обратится, если не обратятся. Хорошо, извините, а если это объект у нас, наверное, у нас единственная баня осталась. Да, единственная баня, да? Да, единственная баня. Если вы там закрыли, я вижу, там час ее переграфилируют ту баню, которую ее купили, да, час налицо, час уже там шашлыки и продукты питания производством занимаются, но это базе баня, да, человек первой половины. Это где? Это рекламный поселок. А, то что вам? Это южная. Поэтому это единственная баня, да, по сути, муниципальный объект собственности. Если надо все пропорционизировать, если она востребована и нужна, контингент, как часто ходит, какое количество посещений. А если там два человека ходят, тогда, может, нет смысла складываться вообще понять, что продать ее в какой-то другой объект, а не арендовать. А если мы ее предлагаем аренду, то понятно, что сегодня никто не заявляет, потому что они придут, посмотрят и, наверное, слезы пробивают. Скажут, не укладываться надо, деньги тратят. Мы включили ее в перечень объектов, которые предлагаются субъектам малого и среднего бизнеса. Для них существует льгота. Если предприниматель проработал в аренде без нарушений в оплате в течение двух-трех лет, он имеет право обратиться на горсовет, как у нас уже было. И в рамках 159-го федерального закона, как предприниматель, этот объект получить с рассрочкой платежа в собственную. Ну, это, по сути, мы понимаем, что на баню это не распространяется пока, да? Нет, на баню это арендаторы, которые... Ваня, да, баня у нас в перечне объектов, она давно уже там находится. Я так чему с вами, если эта баня с точки зрения востребованности на зарплате, она нужна в целом для города, так может, тогда мы рассмотрим и поддержим вашу инициативу, для того, чтобы она была привлекательна для бизнеса, который не будет вкладывать туда большие деньги, а просто платить аренду и содержать ее, поддерживать нормально. Так может, тогда сделают смету и надо какой-то ремонт сделать. Так, люди наши... Сергей Александрович, ага, извиняюсь, перебют. Давайте Николаю Андреевичу вопрос зададим. У нас вообще у муниципалитета есть обязанность содержания, ну, как минимум, одной общественной бани? Любое муниципальное имущество, находясь в собственности, подлежит ремонту содержания. Я тогда по-другому сформулирую. Вообще муниципалитет обязан предоставлять услугу общественной бани, не ремонт, а просто сама услуга. По-моему, в 131-м ФИЗа есть или нет? Нет. Нет, все, спасибо. А если ответить на вопрос Сергея Александровича еще, что за лето было порядка 30 обращений от граждан, чтобы не закрывали баню, их устраивает такая. Но вот мы второй раз объявили аукцион, если он не состоится, несомненно, будет составлена смета на хотя бы какой-то там ремонт самый простой, потому что объект действительно в плачевном состоянии. Арендатор, который год занимался объектом, он поменял трубы водоснабжения, трубы водоотведения, вот насколько я помню, поменял пауки, но в какой-то более крупный ремонт он не идет. Там 150 рублей стоит с человека обслуживания в день. Порядка 50 человек в день помывки обращаются. Вот такие есть данные. То есть достаточно большое количество, все пенсионеры. Еще в городе, вот в других городах установлена оплата по часам, в нашем городе не установлена. Потому что пенсионеры долго, как правило, там, как мне объяснили, деваются, раздеваются, поэтому им время, ограничение времени не установлено. Я понял, Георгий Иванович. Ну все-таки вот есть так пожелание, видите, варианты разных рассмотреть. Если, то есть просто, просьба такая будет, просто. Есть объект муниципальной собственности, который иносит социальную важную кризису, да, 30 человек востребован. Значит, администрации города получили, все-таки надо принять такое волевое, нормально, хорошее решение. Если мы его планируем содержать, и 30 человек говорим, да, мы не игнорируем их решение, ходить, пользоваться этим условием, значит, тогда мы должны оценить минимальную смету, чтобы она была привлекательной для арендаторов, да, сделать какой-то ремонт, да, чтобы люди ходили в не опасные помещения, а в комфортабельные, хорошие, качественные получали услуги. Что это будет стоить? И второе, учитывая мнение Николая Андреевича, все-таки уточнить. 131-й федеральный закон говорит о том, что полномочий органов местного самоуправления, органов исполнительной власти в этой функции нет. Если мы эти деньги будем тратить, оно будет целевое, либо нецелевое. Законность траты денег на восстановление, текущий ремонт здания. Это же наш объект. Я понимаю, ну, если это все законно, то законно. Да, мы обязаны гражданам на территории создавать бытовые условия. Поэтому, если сейчас не будет у нас хозяина этого помещения с сохранением профиля, о чем мы сейчас говорим, значит, тогда рассмотреть варианты качественной услуги, подготовить смету, вынести к нам, посмотрим. Может, мы ее отремонтируем, и ориентатор придет.